На каком расстоянии сажать розы друг от друга? Вопрос выдержки расстояния между кустами роз не актуален только для одиночных посадок. В остальных случаях садоводу важно учитывать правила компоновки кустарников и знать, на каком расстоянии сажать розы друг от друга. Чтобы получить по-настоящему эстетичную композицию. Цветы в ландшафтном дизайне. Наиболее яркая красота любого сорта раскрывается при удачном выборе компаньонов для него. Классика ландшафтного дизайна – сочетание низкорослых хвойников с различными сортами роз. Обе группы растений превосходно сосуществуют и не угнетают друг друга. Розовые кусты в ландшафтном дизайне изысканно выглядят одиночные кусты на фоне ровного зеленого газона. Если есть цель получить настоящий розарий, то рядом стоит посадить только низкорослые почвопокровники, служащие фоном. Важно! При выборе места для каждого розового куста необходимо учитывать его требовательность к поливу, освещению почвы, а также устойчивость к ветру и дождю. Разнообразие сортов по внешним признакам и особенностям выращивания. Все разнообразие современных видов и сортов роз невозможно представить. Существует несколько популярных классификаций, выделяющих следующие категории парковые самые старинные сорта – Грутиндорст и Пинг. Грутиндорст – риталсмак, куда относят и декоративный шиповник. Используются в озеленении больших пространств, подходят для одиночных и групповых посадок. Зимостойкие розы редко страдают от болезней и вредителей очень нетребовательного ухода. Обычно цветение происходит один-два раза за сезон. Обратите внимание, кусты имеют шаровидную крону диаметром 1-2 метра. Парковые пингрутиндорст ремонтантные являются повторноцветущими. Популярные сорта – Джордж Арендес, Джордж Диксон, Пол Нейрон, Фрау Карл Дружке, Хью Диксон. Высота взрослых кустов – 2 метра и более. Побеги племостоячие раскидистые. Цветение длится волнами, начиная с юня. Цветки крупные – до 16 сантиметров восточной долготеаметре. Сорта менее зимостойкие, чем парковые, более требовательны к уходу и защите от вредителей и болезней. Ремонтантные фрау Карл Дружке чайно-гибридные специально выведены для срезки сорта, родоначальниками которых стали китайские. Чайные розы изначально склещиваемые с ремонтантными. В итоге новые сорта объединили лучшие характеристики и предшественников. Популярные сорта – Анжелика Атина, Блэк Баккара, Глория Дэй, Дафт Волк, Мейнзорфа Снут. Практически весь сезон с июня по октябрь длится цветение, причем бутоны могут быть одиночными или собранными в рыхлые кисти. Кусты в высоту достигают 60-150 сантиметров. Они очень требовательны к уходу. Чайно-гибридный сорт Атина, полиантные, низкорослые, с густой кроной, сильно ветвящиеся кусты с самого начала лета, выгоняют множество небольших до 6 сантиметров восточной долготыми три бутонов, которые могут формировать соцветия по 20 ставенчиков. Встречаются простые и махровые сорта – Бордер Кинг, Глория Манди и Вон Робьер Камея. Шипов почти нет. Обратите внимание, выгоднее всего смотрятся в бордюрах. Бордер Кинг Флорибунда получена с клещеванием чайно-гибридных с полиантовыми. Продолжительное и обильное цветение длится все лето и осень. Бывают махровыми и простыми. Кусты в высоту 30-100 сантиметров. Низкорослые сорта до 50 сантиметров именуют патио или мини-флорибунда. Популярные сорта из Берг Галакси, Диадем. Галакси миниатюрные крошечные густабли и ствленные кустики в высоту достигают не более 40 сантиметров. Используются для декорирования бордюров и альпийских горок. Цветы мелкие и махровые. Их можно сажать в горшки дома тогда цветение длится весь год. В открытом грунте цветение продолжается с мая по октябрь, но на зиму кустам необходимо укрытие. Популярные сорта – Баби Маскерит, Денис Кассегрейн, Калибри. Миниатюрный сорт Калибри почвопокровные ползучие кустарники с побегами длиной до 4 метров. Используются в качестве почвопокровников. Цветы могут быть любыми от простых до густомахровых. Очень нетребовательные к уходу растения. Широко применяется для озеленения склонов и оформления посадок штамбовых роз. Известные сорта – Альбами Едиант, Беси, Голдан Ковер. Ковер. Голдан Ковер летистые маленькие, не более 5 сантиметров восточной долготеаметрии. Цветки в крупных соцветиях образуются на длинных стелющихся побегах, нуждающихся в опоре. Отсюда главное назначение – оформление арок и пергол. К сведению. Рамблеры – мелкоцветковая разновидность арлетистых роз без запаха, с однократным цветением. Клаймберы – крупноцветковая разновидность, очень похожая на чайно-гибридные сорта и повторно цветущие. Популярные сорта – Дороти Перкинс и Людон Розариум Уетерсин. Розариум Уетерсин – шрабок кустарниковой розы с очень мощными побегами и высотой до 3 метров. Обычно цветение обильное и продолжительное, но однократное. Сюда же относят английские розы с насыщенным ароматом и дикорастущие виды. Популярные сорта – Абрахам Дарби, Грейм Томас, Мичка. Абрахам Дарби – какое выдерживать расстояние между розами при посадке в грунт? Первым правилом распределения роз на участке является принцип хорошо проветриваемого пространства. Взрослые кусты не должны образовывать сплошную стену, так как это приводит к появлению грибковых заболеваний. Почвопокровное – оптимальное расстояние между стелющимися и медленно разрастающимися кустами 60 см. Итого на 1 квадратный метр осадок можно оставлять не более 3 кустов. Важно! Если длина побегов может превышать 1 метр, то кусты нужно выращивать на расстоянии от 100 см. Вьющийся для украшения стены – если речь идет о медленно растущем вьющемся сорте, то для него оптимальной дистанции между кустами будет 2 метра. Быстрорастущие рослые сорта сажают в 3 метра друг от друга. Для украшения перголы или беседки хватит и один куста. Со временем она плетет опору целиком. Кустовые из этого типа кустарника можно сформировать живую изгородь. Для этого расстояния между кустами рос при посадке нужно выдержать 80 см или более. Для одиночной посадки нужно рассадить кусты на 3 метра друг от друга. Клумповые медленно растущие сорта высаживают весной с интервалом 40 см. На 1 квадратный метр осадок приходится максимум 6 растений. Чтобы вырастить высокорослые сорта, их сажают на расстоянии 60 см, тогда на 1 квадратный метр придется до 3 кустов. Штамбовые и каскадные в рядовых посадках расстояние между кустами оставляют 3 метра. Для крупных сортов каскадных роз дистанцию увеличивают до 5 метров. Все дело в том, что штамбовые розы выгоднее всего смотрятся в одиночной посадке. Универсальное расстояние между розами Если в точности неизвестно, какой тип розы достался подарили, например, то стоит применить универсальные правила для посадки кустов. Между кустами оставляют половину высоты взрослого куста, размер взрослого растения уточняют по наименованию сорта. Зная, на каком расстоянии сажать розы, легче создать для них оптимальные условия. Тогда розовые кусты будут эффектно выглядеть, не мешая друг другу.